всем здравствуйте с вами Ольга Новикова и наш проект olinbuket.ru и в этом видео я вам покажу как собирается весенний букет я буду использовать тиласпию потому что она нежная и воздушная буду использовать белые тюльпаны по той же самой причине и буду использовать матиолу она придаст аромат этому букету и создать поистине весеннее настроение то есть это таких три маленьких причины по которым я выбрала именно эти цветы тиласпию я изначально поделила на мелкие веточки чтобы мне было удобно ее вставлять в букет теперь снимаю нижние ненужные листики потому что при связке букет они будут мешать и просто загниют когда будут стоять в вазе так приступаю к созданию красивого букета смотрите тюльпаны эти уже постояли в воде они распустились и подросли у них такие большие стали головки но это не значит что тюльпан уже сразу же как бы завянет тюльпаны достаточно долго стоят вот поэтому меня совершенно не смущает то что тюльпаны распустившиеся это даже лучше нежели чем если бы они были закрыты то есть когда он раскрыт он сам по себе такой же становится еще более весенним нежели чем они были бы закрыты матиолу я поставлю чуть выше чтобы ее было видно среди зелени и кстати хочу сказать про матиолу матиолу вообще если кто думает что все весенние цветы не стойкие неживучие хочу вас переубедить в обратном матиола достаточно долго цветет она даже если завяла то ее просто можно поставить на горячую воду и она примет обратно первоначальный свой декоративный вид и от горячей воды у нее совершенно не портятся листики то есть она очень такая выносливая вот поэтому не бойтесь заказывайте ее так и используйте в своих букетах так теперь у меня образуется середина и именно в середину я хочу поставить тюльпан я имею ввиду что именно в середину как бы получается чтобы у меня я не хочу сделать конкретно середину так определить середину букета но чтобы не было такая свое своего рода дыра я поставлю именно вот ты поскольку тюльпан гуляет туда-сюда он все равно не будет стоять посередине так нижний можно снять цветы чтобы поддержать тюльпаны я добавляю матиолу так сначала добавим зелени и матиолу здесь точно так же я использую три веточки теласпи не так уж и много если кого интересует количество цветов использованных в букете по поводу по поводу цветов считают или не считают цветы да хочется сказать что если вы ставите вот я взяла сейчас 10 тюльпанов да то есть я посмотрю 10 мне нужно будет или нет и могу вам сказать что уже здесь в этом букете количество цветов уже не считается так повернем по другую сторону там более устойчиво стоял когда цветы поставь поставим поставим в воду они уже будут получать больше воды соответственно будут стоять более ровно у меня такое своего рода равномерное распределение цветов так 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 Я не хочу делать многоцветие, поэтому и выбрала именно два цвета для этого букета. Тюльпаны стоят у меня ниже, чем матиола, вот так. Так, приподнимаем, так, ну а теперь смотрим, стоит ли добавить сюда еще или оставить на таком жулке, сделать пышность, так, и можно добавить еще. Еще одну, хотя, по идее, здесь уже, в принципе, букет собран, я хочу еще добавить тиласпию, чтобы он весь был в пушистой зелени. Так, так, все. Теперь перевязываем букет. Я сейчас перевяжу обычной лентой. Поскольку она сейчас единственное, что у меня под рукой. Такой букет не хочется вообще уже даже упаковывать. но его можно было бы собрать, то есть он уже сам по себе красив, у матиолы очень красивые такие жирненькие листики. И так, у меня один тюльпанчик раскрылся. Так, вот. Но, поскольку чаще всего просят букеты упаковать, поэтому я сделаю ему совсем-совсем легкую серенькую упаковочку, чтобы подчеркнуть именно красоту и весеннее настроение букета. Фетр у меня с одной стороны с блестками, я его таким и оставлю, с внешней стороны, чтобы он был с блестками. заранее отрезаю еще раз техническую ленту, у меня цвет ленты как раз подходит к цвету упаковки, поэтому после того, как я буду ставить уже красивую ленту оформлять, его будет не видно, ее. с одной стороны, кстати, фетр он в воде, в отличие от крафт-бумаги, не мочится так сильно в плане того, что не как бумага, да, потом раскисает и приходит негодность. Поэтому из фетра можно сделать и ножку, задекорировать уже сам ножку букета, а можно и оставить без декора. Кстати, если у вас возникают трудности при оформлении букетов различными упаковками, вы вообще боитесь использовать какие-то определенные виды упаковки, у вас сложности при покупателе, что он попросил, а вы не знаете, как работать. Мы с Сашей создали целый мини-курс по оформлению букетов упаковку. Это 20 подробных видеоматериалов, где я рассказываю и подробно показываю, как оформлять букеты фетром, сизалией, органзой, абакой, широкие букеты, круглые, как оформить один цветок красиво, как собирать букеты, делать из кусочков. В общем, очень-очень-очень много разных видео, которые вы сможете приобрести, и освоив их, у вас больше никогда не будет проблем с использованием разной упаковки. Мало того, у вас не будет проблем, вы будете после прохождения этого вообще курса, вы будете просто приобретать различную упаковку, и все, и у вас начнется такая эйфория, что да, я хочу-хочу-хочу ее использовать, я уже знаю, я уже знаю, как можно с ней работать. То есть, этот курс нацелен на то, чтобы помочь вам перебороть барьер и научиться работать с разными видами упаковки. Поэтому, ниже под видео, в описании, там как раз есть ссылочка, можно по ней пройти и посмотреть уже подробно, что же входит в этот курс. лент, и я считаю, что именно зеленый, белый и вот такой горошком, вроде как коричневый, но он очень красиво здесь вписывается. лент. Сейчас я перевяжу, и вы увидите, что это действительно весенний букет. так. То есть, сочетание лент очень хорошо подходит к этому букету. Вот такой букет порадует любую женщину в эту нашу прекрасную весну. Создаем, творим, наслаждаемся и практикуемся. Если видео было полезным, ставьте лайк и пишите комментарий. А чтобы получать постоянно наши видео в напоминаниях, подписывайтесь на канал. Спасибо большое за внимание, с вами была Ольга.